Вот наша девочка, которая реабилитировала себя с больницы, молодая девчонка, у которой остриохондроз, заболевание, поэтому остриохондроз, и она требует помощи. Обращаемся в фонд «Быть добру» для оказания помощи данному человеку. У нее нет никого. Привезли ее в общежитие. Коляска едала в 14-й больнице, вот палочка, это тоже предоставлено в 14-й больнице, есть ходунки, но человек практически не передвигается. Очень нужны лекарства, есть выписки, есть название, что именно нужно. Все то, что есть в комнате, кроме продуктов питания, это все предоставило училище 93-й. Мы ей здесь выделили комнату. Сейчас занимаемся документами. У нее нет документов. Сейчас подали через миграционную службу ДНР на установление личности через Ростов. Это не быстро, это месяца два. Ждем, пока придут хотя бы вот эти, чтобы получить хотя бы паспорт России, потом уже будем решать что-то с пропиской. Потому что без паспорта мы не можем обратиться даже в терцентр. То есть она предоставлена сама себе, у нее нет никакого дохода, у нее нет родственников. Она одна. Нам пришли проведать нашу девочку, которая одинокая и которая осталась без жилья и плюс хроническими заболеваниями. Мы от Елены Барбашовой передаем ей набор. Здесь все самое необходимое. Посуда, бытовая химия, низкий поклон. Мы ее вчера забрали с больницы, она там лежала полгода. У человека после ранений нет ни документов, ни родственников, она абсолютно одна. Ни детей, ни мужа, ни родителей, никого. Вот то, что сейчас при ней, там все предоставила 14-я больница. Ну, часть там, удлинитель. Вчера уже я подключила, настольную лампу дала, потому что человек не двигается. Это как называется твой диагноз? Остеоартроз. Да, вот вы же видите, у нее рученьки все покрученные, на ноги она встать не может. Я не ходячая. Она очень молоденькая, хорошая девочка, но вот оказалась в таком положении. У меня некому больше помочь, просто никого нет. Спасибо вам. Все-таки есть люди добрые. Спасибо вам большое. Фонду быть добро, отдельное спасибо, что вот как раз в таких ситуациях вот это добро и помогает. Вот именно в таких ситуациях оно нужно. Нужно вас попросить, можно какой-нибудь телевизор какой-нибудь булочный, потому что связи никакой нету. Я одна в четырех стенах. Мы подарили карточку, купили, сейчас все настроили, мы на связи, конечно, но человек как канарейка. Я просто, что я не хожу, не могу ни в коридор, не выйти, ничего, и на улицу не могу никак. Ни радио, ни телевизор, ничего. Спасибо вам.